Праздник Ислама Когда мусульмане, закончив пост с высоты очищения вот этого религиозного подвижничества, они, пересмотрев, как бы оценив свою жизнь, свои деяния, свои поступки и помыслы, исходя из заветов Всевышнего Аллаха, Субхану Атали, входит в мир уже в другом качестве, очищенными, возвышенными. И это состояние как раз приходится на праздник Айдальфитр, праздник Уразабайрам, это праздник единения умы, единения мусульман, это праздник, когда мусульмане в надежде на прощение своих грехов и духовное очищение, вновь входит в привычный ритм жизни для того, чтобы нести доброе, светлое, удерживаться от запретного и чтобы жизнь, вот их была уже осмысленная, созданная тем содержанием, который дает великая вера во Всевышнего Творца и желание поклоняться Ему и желание быть во всем Ему покорным. Ну и несколько вопросов у меня. Некоторые считают, что смысл Рамадана это ограничение в еде, но насколько мы понимаем, все-таки главная суть это духовное обогащение каждого мусульмана. Безусловно, месяц Рамадан это месяц очищения, месяц прощения грехов, это месяц, когда человек, отказываясь на большую часть суток, вот как у нас было в этом году в Москве, 17 часов от еды, от питья, от всего плотского, от каких-то развлечений, а вечером он не просто предавался каким-то пиршествам, трапезам, а вечером, вкусив пищу и воду, он вновь, мусульманин или мусульманка, предавались уже чтению священного Корана, праведным молитвам, таравих, тахаджуд. То есть вот весь месяц и светлое время, и темное время суток мусульмане именно посвящали служению Всевышнему, потому что Аллах Субхану Атали сказал, что из всего поклонения именно пост, именно пост, есть то, что мусульмане делают для Всевышнего. Все другое поклонение мусульмане делают прежде всего для себя, понятно, ради Аллаха, но для себя. И только пост есть единственное, что Всевышний говорит, вы делаете это для меня. Потому что любое поклонение, оно как бы проходит на виду, и человек может с какими-то, может быть, другими намерениями делать это, да, там, допустим, повысив свой статус или показав свою силу воли. А пост, это невозможно проявить. Человек может, ну, целый день, за целый день может где-то на какой-то ситуации оказаться, может перекусить, может что-то выпить, и никто это не узнает. Именно вот цельность поста, вот его, вот то, что человек во время поста как бы предает себя Всевышнему, идет осознанно, идет на какие-то ограничения, и порой эти ограничения такие стоические, как вот были в этом году у нас в России, жара, большой световой день, аномалии вот эти, да, температурные. Но, тем не менее, мусульмане шли на это осознанно для того, чтобы показать свою преданность Всевышнему, и поэтому Аллат Аля дает такую награду, что он говорит, что это вы делаете для меня. И мы надеемся, что и награда, ведь, как сказано, что получает постящие две награды, это когда открывает и, вкусив то, что дает Всевышний нам для еды, для питья, получает удовольствие, и когда в следующем мире, в лучшем мире перед ним откроются врата рая. Какую роль играет религия в нравственном воспитании человека? Я глубоко убежден, что вообще говорить о нравственности вот в серьезном смысле и в реальности без религии это невозможно. Мы помним времена Советского Союза, когда был некий кодекс советского человека, но все-таки это была такая ущербная, скажем, нравственность. Да, постулаты были правильные, но не было базы. То есть здание оно было, но не было фундамента, потому что религия является тем фундаментом для создания каких-то нормальных морально-нравственных устоев. Без религии это невозможно, история это доказывала неоднократно. Мы помним во времена Великой Французской революции, шел отказ от религиозных устоев, во времена Советского Союза, во времена культурной революции в Китае, но потом нации возвращались, и европейцы, и жители Евразии здесь у нас, в Советском Союзе, теперь в России, в Китае, потому что без религии выстроить нормальные морально-нравственные устои, сохранить их и развивать невозможно. Религия это фундамент для любой нравственности и для морали, когда это некая абстракция для показа где-то в театре и разговорах каких-то культурологических программах на одном из каналов телевидения, а когда это реально в людях, когда реально в обществе, это только на базе религии. Спасибо. И вот последний вопрос. Какие схожие особенности имеют три религии? Ислам, христианство и идуизм. Если исходить из того, что написано в Великой Книге Коран. Все три религии это аварамические религии, у нас единый корень. В Коране об этом четко сказано, потому что для мусульман и христиане, и иудеи это люди Писания. Интересно, что вот в эти дни все три религии празднуют праздник. Русские православные празднуют Сретение, евреи празднуют Равшашану, Новый год еврейский. Мы празднуем великий праздник Ураза Байрама и Дальфита. В эти дни верующие говорят о прощении. О прощении своих грехов и своих проступков перед Всевышним Аллахом, перед Создателем. И о прощении друг друга. Интересно, что этому были посвящены большинство проповедей за месяц Рамадан, которые проходили в мечетях, на встречах мусульман. О прощении говорил президент Ингушетии, когда в первый день, первый тарових, первую вечернюю молитву он пришел в историческую мечеть Москвы и сказал, что я сам даже давно простил того смертника, который хотел взорвать меня. О прощении в этот месяц говорил глава Чеченской республики Рамзан Ахмадович Кадыров, когда вся страна была свидетелем, как он замирился, казалось бы, с своими непримиримыми врагами, соперниками, как это исходило из средств массовой информации, с семьей Ямадаев. И оказалось, что все не так страшно, не так безысходно. И после этого пошла волна целая, когда кровники мирились в Чеченской республике. Эта волна сейчас перешла в Дагестан, в Ингушетию, потому что примирение и прощение грехов перед Всевышним, примирение, когда мы ищем единение среди мусульман, даже среди вчерашних своих врагов, перед тем, чтобы мы могли вместе предстать перед Всевышним, как его рабы, как благодарное его создание. Вот это то, наверное, что объединяло в эти праведные, в эти счастливые дни Рамадана всех мусульман. И это то, что во многом объединяет нас, представители трех аврамических религий, трех традиционных российских религий, и христиан, и мусульман, и иудеев. Продолжение следует...